В последний день уходящего лета на Днепр-арену в качестве гостя пожаловал Ковалевский Колос, который за последнее время стал для днепрян принципиальнейшим соперником. И это при том, что в составе ковалевцев, что на тренерской скамейке, что на поле, немало хорошо известных личностей днепровскому болельщику. А этот факт лишь еще больше закручивал интригу противостояния двух дебютантов премьер-лиги, в которой обе команды начали сезон с побед, после чего результаты стали давать сбой. Мы немного порушили некоторые традиции, которые были у у нас сформированы еще в другой лизе. Я всегда сначала выходил на поле, потом заходил в роздягальню до команды. А так вышло, что последние матчи, особенно там, где мы програли або сиграли в ничью, не выходило. Я говорю, значит, винный президент, мабуть. И вот я говорю, давайте на поле, что винный президент, за то, что я, не зайшевши в роздягальню, не побажавши им хорошей игры, несу на себе частину ответственности. Команда уже освоилась к темпу, к уровню премьер-лиги. Это уже было видно на матче с ВК Львовом. Деду нам не повезло в этой игре, но мне кажется, невооруженным задом видно, что мы прибавляем эту игре к игре. В отчетном поединке тренерский штаб Днепрян серьезно перекроил состав. По-прежнему травмированный Лопаренок и Супряга, а к дисквалифицированному Кравченко добавился Папа Гуе. В результате впервые после первого тура в стартовом составе вышел Романюк, вернулся в основу и Юрий Вакулко. Юра Вакулко, действительно можно хорошо оценить его игру. У него есть проблемы, он не сыграет так, как он Кравченко. Нам хотелось бы, чтобы он больше вел игру в центральной зоне, чтобы от него исходила мысль, но понятно, ему нужно время, он еще игрок совершенно молодой. Но то, что он нам добавляет имбульс, он нам добавляет скорости, в центральной части поля он умеет терпеть, он хорошо готов физически, ну вообще одарен физически, природой, он быстрый и для нас сейчас это важно. Он отбирает большое количество мячей, он покрывает большое расстояние на поле. И сегодня, когда все устали, он в принципе один держал центр поля и много работал, возвращался назад и отбирал мячи. Это тоже важно, потому что без такого баланса очень тяжело. Ну и конечно же отметим, что первый матч в УПЛ ЗСК Днепр-1 сыграл голкипер Валерий Юрчук, вернувшийся в элитный дивизион спустя целых 5 лет. Узнал перед игрой, что буду играть и вот готовился ко всем матчам. Поэтому ничего, ничего сверхъестественного не было. Увы, но сухими свои ворота Юрчук сумел продержать только 18 минут. Стремительная атака гостей левым флангом завершилась ювелирным по точности ударом Морозко 0-1. Разочарование почувствовал, думаю, все так чувствовали. Ну, так случилось уже. Не был шанс там отразить как-то удары? Да нет, очень близко, наверное. Ну, всегда есть шанс, наверное. Сегодня хорошо исполнили быструю атаку. Команда противника и проход Волкова, и удар Морозко здесь особо придраться нечего. Конечно, если по большому счету судить, то можно там найти виноватых, как это все получилось. Но сегодня вполне рабочий мяч. Что интересно, это был фактически единственный реальный момент у ворот Днепра в первом тайме. В остальном игра шла на поступок штрафной, либо же непосредственно у ворот гостей. Только за первые полчаса Днепря не подали 7 угловых. Булеца, Назаренко, Романюк, Сафронов, Чичиков, Кулиш. Все они наносили удары из разных позиций, но мяч упорно не шел в цель. Мы хотели выиграть. Мы пришли в раздевалку в перерыве и хотели выиграть эту игру. Потому что она давалась. Были моменты. Чувствовалось еще, когда мы только пропустили гол. Все равно в душе чувствовалось, что мы выиграем эту игру. Потому что объективно, если я считаю это объективно, по игре нам прислали статистику, показатели, моменты, касание штрафной, удары, поворота. Мы полностью переиграли соперника. Пока у нас нет какого-то запаса прочности и большое территориальное преимущество и существенное преимущество по ударам, мы тяжело воплощаем забитые мячи. Если бы мы пропустили голы в первом тайме, то это было и логично. Днепр действительно выглядел сильнее. Мы выиграли 1-0. Но мы, можно сказать, нелогично забили гол и Днепр давил. И получается, что так выглядел много лучше нас. Сразу после перерыва не забивает Когут. В моменте, когда промахнуться, казалось бы, сложнее, чем закатить мяч в сетку. От злости, а может и на будущую удачу, Игорь пнул стойку ворот. Ну а затем состоялся долгожданный гол. Атаку начал только появившийся на поле Снежко. Далее последовал прострел полевого, фирменная скидка Кулеша и вот он дебютный гол Александра Назаренко в премьер-лиге. Что и говорить, отличный Сашин ответ на критику болельщиков после минувших матчей. Буду дальше себя держать и в тонусе, и постараюсь больше не сбавлять. Отлично вышел Саша Снежков. Отлично в плане концовки, в плане действий в опорной зоне противника. И отобрал, начал атаку с первым мячом. Тоже касается, в принципе, и Димы Каркишко, и Влада Шаповала, которые добавили нам свежести, добавили нам агрессии какой-то. Вскоре после пропущенного мяча Руслан Костышин снял с игры Дениса Костышина. И хотя у последнего в этот день был день рождения, настроение у отца и сына было не из веселых. Тем временем игра продолжалась на встречных курсах. Теперь уже обе команды вполне могли вырывать победу. Но тут уже свои лучшие качества на последнем рубеже проявил Валерий Юрчук, пару раз по-настоящему спасший свою команду от серьезных неприятностей. У хозяев по-прежнему основная угроза шла от Когута, которому никак не удавалось переиграть Волонца. Тот же Игорь Когут, 15 минут, ему было явно тяжело, он перестал двигаться, просто, мне кажется, стоял, отдыхал, ждал момента, когда мяч просто будет возле него, он уже просто перестал двигаться по полю. Та же ситуация и со Стасом Кулешом, тоже он перестал двигаться. Но просто эти два человека, которые у нас действительно могут забить голы, которые опасны в штрафной, поэтому менять сразу двух игроков было нецелесообразно. И вот, когда уже казалось, что матч так и завершится в ничью, а арбитр поглядывал на секундомер, дабы дать финальный свисток, днебряне из последних сил проводят атаку с участием Снежко, Шаповала, Чичикова и все того же Когута. Удар, гол, это была уже победа. Мог решать исход игры намного раньше, но не опустил руки, верил до конца, что еще будет момент, что забью гол и принесу победу команде. Благо, что у нас есть характер у нашей команды, и это мы показали уже не впервые, и сегодняшняя победа была очень важной для нас. Единственное, что несколько расстроило при взятии ворот, так это очередная желтая карточка для Игоря, которая у него стала четвертой, и теперь он пропустит следующий матч днебрян в гостях против Александрии. Желтые карточки – неизбежная часть футбола, и тут очень важный момент, за что они получены. Сейчас обвинять Игоря в том, что он снял футболку на 93-й минуте, да, это обидно, и он до игры знал, но мне кажется, под таким градом эмоций, которые он испытывал после забитого мяча, там, сохранять какое-то хладнокровие было ему тяжело. Ну а после финального свистка на дне порарения царили настоящее праздничные эмоции. Сумасшедшая игра, сумасшедший ажиотаж, сумасшедшая поддержка. Счет 2-1, мы выжили, мы дожали то, что мы хотели. Мы играли только на победу, и тем более дома. Мы дожали эти тречка. Хотел бы поблагодарить ребят за характер, потому что тяжело нам давались домашние игры, и сегодня, в перерыве, после первого тайма, когда мы проигрывали, ребята продолжали верить в то, что мы сможем выиграть, и продолжали верить и в добавленное время, и в концовке игры, и наша вера, в принципе, и наши усилия были вознаграждены таким тяжелым мячом. Я думаю, ничейный результат был бы закономерен, как складывался ход игры. Да, у каждого есть мнение, моментов не промежут больше создал, но сама, как развивалась игра, то это ничейная. Так что, ну, проиграли. Ну, это футбол, что сделаешь. Мастерство тоже, у кого хорошие исполнители исполнили. Мы смотрели больше не колосом на обыграть, а наконец-то выиграть дома. У нас был небольшой доложок перед нашими болельщиками, две игры проиграли. Сегодня, я думаю, показали достаточно качественный футбол, переиграли соперника и заслуженно выиграли. Вы знаете, вот такие матчи, они существуют только для болельщиков. Они не только для телевизионной картинки, но как раз такие секунды, хвилини переживать на поле, это, мабуть, наивище счастье. Вот, за что мы любим футбол. Поэтому я запрошу все место, всех болельщиков, приходите и поддержите нас. А мы будем играть и для вас. И футболисты с большей ответственностью. Вы знаете, полные трибуны, это больше и высшая каких игроков. Огромное спасибо болельщикам, за то, что они пришли. Сколько там их не было, но они сегодня пришли и поддержали нас. И хочу, чтобы в следующие игры больше и больше болельщиков приходило, мы играем для них. Что ж, в чемпионате УПЛ наступает двухнедельная пауза, которую днепряне встречают на стратегически важном шестом месте. Не сомневаемся, что успех в минувшем матче придаст уверенности команде в дальнейшем. Ну а тренерский штаб сделает выводы из стартового отрезка, дабы подготовить ребят к противостоянию с еще более искушенными соперниками. На сто процентов я в этом уверен. Он даст положительный импульс, положительные эмоции на дальнейшие игры. Ну и, естественно, идти на небольшой перерыв с хорошим настроением, это тоже приятно. Так что поболеем за сборную, посмотрим сборную и будем дальше готовиться уже к Александрии. Этот отрезок, опять же, он наталкивает на большую пищу для размышлений, каким образом нам дальше строить игру, когда пойдут уже более сильные противники и Гранды наши, и Александрия. То есть мы должны быть более надежными в обороне, более острыми в атаке, добиваться положительного баланса между созданными моментами и допущенными. Это тоже важный момент, который даст нам возможность набирать очки. В очередном туре чемпионата страны во второй лиге в гости к Магдалиновскому ВПК «Агро» на новомосковский стадион «Металлург» пожаловала Таврия «Симферополь», чьи финансовые проблемы уже давно известны. А перед началом сезона вообще поднимался вопрос о дальнейшем существовании клуба. «Мы надеемся, ждем и верим, как тут четыре года назад, когда создавалась федерация Крыма на Украину. Кунис Иссирия Владимирович, Баламарчук, это же все что-то самое, это же наши, мы все равно верим, как оно говорилось, аматоры, а мы же были там вместе и пром, с металлистами, аматоры, вторая лига, первая и высшая даже лига, поэтому стадион должны быть мы верим, поэтому терпим, очень неприятно». Вполне ожидаемо, что матч прошел при большом перевесе хозяев. Гости практически не переходили середину поля, нанеся за весь первый тайм всего один удар, в то время как Магдалинов и Цитран жирили момент за моментом. Особенно не везло Ивану Будняку, который не использовал сразу несколько отличных возможностей открыть счет. Но на его пути была то стойка ворот, либо же в последние секунды эпизода не хватало элементарной точности. «Пременно к такой игре и готовились, поэтому всю неделю готовились конкретно к этой игре, знали, что команда отдаст нам пространство, сядет низко к своим воротам и нужно было вскрывать, опять же, автобус на нашем поле. И если бы поудачливее были ребята в первом тайме, там выход Шмигельского один в один, Будняк в штангу попал, еще у него был мальнет один в один, было бы нам немножко попроще». И тем не менее, ВПК «Агро» сумел открыть счет еще в первом тайме. Незадолго до перерыва Антон Шарко нашел на углу штрафной Богдана Шмигельского, который точно пробил в дальний угол. Имея в запасе один гол, хозяева вышли на второй тайм явно более раскованными, что безусловно сказалось на их игре. В результате к середине второй половины матча «Магдалиновцы» довели счет до крупного. Сперва отличился Михаил Коломоец, который мощным ударом поразил верхний угол после паса Андрея Красного. А затем уже сам Красов, который также пробил ход перекладину, использовал прострел Ивана Петняка. В итоге 3-0 в пользу ВПК «Агро», в результате чего «Магдалиновцы» вошли в тройку лидеров чемпионата страны. Ну а «Таврия» продолжает искать пути к решению своих проблем. Терпим и верим, и какие-то даже, можно сказать, там, патриотические моменты. Мы отдаем должность, потому что много лет работали с Паницыным, с Поломорчуком, всеми-семи, мы как бы вместе в трудном моменте, значит, не бросаем, идем вперед. А команду поздравляю, и с такими возможностями можно идти дальше, вопросов нет. Соперником Днепровской перемоги в первом раунде Аматорского Кубка Украины под палящим солнцем уходящего лета на Олимпийских резервах стал Краматорский Сапфир. Это ведущий любительский клуб Донецкой области, два года подряд выигрывающий чемпионат региона, а наши болельщики помнят, как год назад этот коллектив противостоял ФК Днепр в том же турнире и на той же стадии. И тогда успех по сумме двух матчей был на стороне синий-бело-голубых 2-2 и 2-1. Перемога же не так удачно стартовав в Аматорском чемпионате страны, конечно, настраивалась показать себя с лучшей стороны в кубковом турнире. И в первом тайме отчетного поединка Днепряне полностью доминировали в игре с непростым соперником. К середине первого тайма Денис Брусак имел по крайней мере три отличных шанса вывести свою команду вперед. Но пока голы опытному форварду Днепрян, ранее исправно забивавшего за запорожский мотор, в новой команде не даются. Были и другие перспективные атаки хозяев, которые завершались ударами-поворотом, но им не хватало точности. И все-таки Парымога была вознаграждена голом за свои усилия в первом тайме. После ввода мяча из аута Газино Ири выиграл верховую борьбу и сделал скидку на Константина Павука, точно пробившего вход к перекладину. Что касается гостей, то они за весь первый тайм нанесли всего один удар, который не был сложной добычей для Самуэля Афори. Планировали удачно сыграть, но видите, удачно сыграли только первый тайм. Для меня тоже не понять, как вроде первый тайм было преимущество, должны были и второй забивать, вышли второй тайм, или расслабились, или солнышко так напекло, что ну просто стали. Действительно, казалось бы, что после перерыва Парымога сумеет развить свой успех, чтобы уверенно чувствовать себя в ответной встрече, но не тут-то было. Теперь уже перевесом завладели гости. Впрочем, днепряне, даже несмотря на давление, продолжали вполне уверенно контролировать ситуацию на поле. Да, Сапфир атаковал больше, но со всеми угрозами оборона днепрян во главе с Сафори, справлялась уверенно. Главной же ударной силой гостей был известный форвард Александр Сытник, в свое время поигравший в высшие лиги за Донецкие Металлурхи и Олимпик, а также Ужгородское Закарпатье. И вот когда до окончания матча оставалось уже менее 15 минут, банальная обрезка хозяев в середине поля привела к резкой фланговой контратаке, после которой Сапфир сравнял счет. Спустя 5 минут перемоговцы проиграли борьбу в середине поля и кроматорцы спокойно провели второй гол, полностью перевернув всю игру. Конечно, днепряне пытались сравнять счет, и моменты для этого были. Можно вспомнить хотя бы штрафной, суббойной позиции в исполнении все того же Дениса Брусака, но мяч в ворота упорно и шел. Зато гости уже в компенсированное арбитром время забили третий гол, добившись уж очень комфортной для себя гостевой победы. 3-1 перед ответным матчем. Соперик нас переиграл и в бойцовке, и в качествах. Ну, они больше хотели, и они выиграли. Я не знаю, не могу понять причину, сейчас будем разбираться. Ну, честно, второй тайм просто провалили и получили три мяча. Была игра тяжелая, мы 1-0 вели до 77-й минуты, потом что-то с ребятами произошло, их как подменили. У них вопрос принципиальный. Я спрашивал, есть ли смысл ехать в Краматорс на ответную игру. Все так говорят, что да, да, ну, я им дам возможность такую, пусть ездят. И посмотрим, дадут бой, может быть, камбэк организуют. Мы все надеемся на это. Еще время есть, как бы, у нас сейчас задача на выходные, у нас аматорский чемпионат. Пора уже добывать победу. Я надеюсь, что это хороший урок для них, для воскресенья, чтобы ребята еще больше настроились, осознали, что без борьбы, без самоотдачи побед не будет. Спустя несколько дней после кубкового матча Пэрэмога проводила очередной поединок в рамках чемпионата страны. В этот раз соперником Днепрян в самом настоящем дерби стал другой представитель нашего города в этом турнире, дебютант аматорского первенства Украины, коллектив спортивного клуба Днепр-1 Борисфен. Это молодая команда, выступающая в первой лиге областного чемпионата и в первой лиге чемпионата Украины среди 19-летних. Пока на взрослом всеукраинском уровне борисфеновцам тяжеловато, что и показали первые матчи. Четыре игры, четыре поражения при разнице мячей 0-11. Но коллектив постепенно мужает и уверены, что не за горами и первые успехи команды. Пока же спортклубовцы дали бой явно более опытной Пэрэмоге, решающей свои задачи. Хороший соперник, пацаны молодые, все такие дерзкие, ну, такая молодая команда, тяжело было играть. В первую очередь, конечно, просили ребят выиграть, потому что уже пора психологически перестроиться, и надоело проигрывать. Мы же не лузеры, что все время проигрывать. Поэтому пора уже было выигрывать. Будем брать свои очки, и дальше будем новая команда строиться. Первый тайм прошел в равной борьбе. Опасных моментов у ворот обеих команд практически не было. Лишь перед самым перерывом Пэрэмога имела реальный шанс выйти вперед. Но Артем Олейник не реализовал выход один на один, пробив рядом с ближней стойкой. И все-таки в самом начале второго тайма удача улыбнулась перемоге. Алексей Лучко заработал штрафной у самой брокки, а Константин Павук так исполнил стандарт, что мяч никого не коснувшись оказался в дальнем углу ворот номинальных гостей. Таким образом, левый защитник перемоговцев забивает во второй раз за три дня. Второй гол сегодня вообще, получается, делал подачу, а мяч зашел в ворота. Не ожидал, что вообще гол был? Ну как, надеялся, что мы забьем с этого момента, но то, что так повезло. На кубок забил, там был момент, он нарушил, я его хотел оштрафовать, он забил. Я сказал, штраф прощается. Сейчас тоже, вроде штрафной сказал ему бить, там другой хотел влезть. Но хорошо, что они, как говорится, достучался до них, они услышали, пробили и забили гол. Не зря говорят, дисциплина бьет класс. Сказали, выполняю, а там второй вопрос. Честно, вот это и приятно, что ребята, которые слушают тренера, выкладываются на тренировках, не пропускают тренировки. Результат не заставит себя долго ждать. Раз, два, два матча подряд, в принципе, вообще левый защитник. Ну как бы, молодец. После этого перемога имела несколько шансов увеличить свой перевес. Особенно не везло Роману Стефаруку, который упустил, по крайней мере, две прекрасные возможности сделать что-то более комфортным для своей команды. Кроме того, немало эмоций на тренерском мостике Пырымоги вызывали и некоторые решения бригады арбитров. В частности, у них были вопросы по отмененному голу из-за офсайда и неназначенному финальти на Дмитрие Харольском. В результате Геннадий Жилкин ощутил на себе нововведение в правилах, получив в первой в своей тренерской карьере горчичник. Пару раз было красный, ну как бы сразу, а тут желто, новшество. Ну интересно просто, вроде первый тайм давал бороться, а сейчас каждый стык был штрафный, ну чуть непонятно. Ближе к концу игры напряжение росло и борисфеновцы имели пару шансов уйти от поражения. Однако празднование своего первого гола на уровне аматорского чемпионата страны СК Днепр-1 Борисфен отложил на другие поединки. В итоге Пырымога добилась весьма непростой, но очень нужной победы. Ну слава богу, во-первых, что выиграли. Хочу ребят поздравить за самоотдачу. Они верили, бились до конца. Я думаю, добились того, что хотели. Хотели, конечно, чуть больше выиграть, но это футбол. Мы заждались выигрывать, пора было. Мы выиграли, слава богу. 1-0, игра была тяжелая. Мы ожидали, что несмотря на то, что на каком-то месте команда будет биться до последнего, команда Днепр-1 Борисфен доказала, что они бились, имели моменты, могли сравнивать. То есть игра непредсказуемая. Поэтому мы настраивались, ребят, на серьезную борьбу. В первом тайме было хуже, во втором уже, конечно, получше. Провели некоторые перестановки. Но, слава богу, все сработало. Установку, я думаю, старались выполнять. И все-таки выполнили. Победа первая в этом сезоне. Надеюсь, не последняя. У нас просто по началу сезона были довольно-таки сложные соперники. Было тяжело. И так чуть-чуть уже морально подсели. Но, я думаю, эта победа даст нам в дальнейшем перспективу. В Томаковке большой футбол. В Томаковке по ту сторону поля. В Томаковке все серьезно. В Томаковке все серьезно. Хорошо, от души, атмосферно. Но к болельщикам мы еще вернемся. А пока прелюдия к матчу. Уж очень эффектная часть футболистов Лисичанска выходила из черного Мерседеса Лухари-класса. С другой стороны стадиона аккуратно припарковывался клубный спринтерска рука, в котором нас и ожидал сюрприз в виде экс-капитана Томаковцев Александра Абревка в форме будивельника. Здрасте. Как выяснилось, это временный переход. Уж точно экс-Томаковца, что для аматорского футбола является абсолютно нормальным. Мы никого не боялись. Ну, хотя уважали. Понятно, у нас команда только первый год, как создалась весной. Понятно, мы чуть-чуть уже наиграемся, футболистов и еще вот этот. Но мы не боялись. Я говорил сильные стороны, слабые, понятно, я все знал. Но мы не боялись. Приехали, я думаю, получился боевой футбол. Ты как Штирлиц выступил там. Все обо всех знаю. С ребятами разговаривал, обменивались мнением. Может быть, и подтравливали там друг друга. Не-не-не, мне никто никого не травил. Я уважаю бывшую свою команду. Всех ценю, люблю. И любовь – это, судя по всему, взаимно. Иначе, как не от чистых и возвышенных любовных чувств, тамаковцы с первых минут принялись флиртовать с обороной будивельника, не стесняясь в подборе слов и действий. Лисичанцы чем дальше, тем глубже дышали, но старались держать марку. Сопротивлялись, как могли, сдерживая пыл настырных тамаковских ухажеров. Время шло, а активность нападений Скорука так и не приводила даже к намеку на нечто более, чем просто поцеловать. Строители из Лисичанска упорно сопротивлялись, легко покусывая заигравшихся в ролевых играх тамаковчан. Как нужно действовать по-мужски и без долгих уговоров своим более юным партнером по команде провел мастер-класс опытный матча «Круткая НК». Именно в тот момент, когда оборона Лисичанцев отвлеклась на нарушение правил, Костя мастерски вогнал Круглого в запретную зону. Подчеркнув, что это все же было групповое мероприятие. Как бы там ни было, 1-0 можно перекурить. Во-первых, выигрывает и проигрывает вся команда. То, что там я реализовал штрафной, конечно, это придает уверенности перед ответной игрой. Но, несмотря на это, хочу сказать, что команда действительно у них опытная. И в конце, как мы видели, был очень опасный удар, который мог свести все наши старания на нет. Замечательно, поразительно, гениально. Так вот, в продолжении вечера вновь были танцы. И теперь обескураженные бесцеремонным поступком Крутенко гости попытались отыграться несколько раз, крепко прихватив тамаковцев за чувствительные места. Однако легкое поглаживание не особо возбудила защитниковская рука, включая и голкипера Андрея Бобровского. Ну а далее хозяева как могли намекали как минимум на повторное взятие цели. Но, опять же, будивельник сопротивлялся и таки не позволил мячу во второй раз проникнуть куда не следует. Зачастую ухажеры и сами не знали, как действовать то и дело, целясь мимо цели. Должны были, конечно, где-то больше забить, но где-то не попадали, где-то что-то помешало. Ближе, ближе, ближе! А вот под финальный свисток гости могли нанести свой коварный удар ниже пояса. Втягивая весь матч тамаковцев в легкую интригу, будивельник имел превосходный шанс сделать очень больно. Звон штанги ворот Бобровского напомнил, что в любом, даже краткосрочном романе до конца расслабляться не стоит. Последствия могут быть вредными и болезненными. Слава Богу, мы забили, а они нет. Едем с хорошим настроением на ответную игру, но, тем не менее, будем настраиваться. Легкой прогулки точно не будет. Сейчас по вам очень сложно понять, все-таки вы радуетесь победе или уже вы там находитесь в Лисичанске. Показалось, что после того момента, когда в штангу попал, у вас даже волос больше стало. Может быть, может быть. Радость есть, конечно, но мы думаем уже о следующей игре. У нас следующая игра тяжелая тоже будет в Покрове с местным авангардом. Потом мы в среду едем опять же с Лисичанском играть. То есть выиграли сегодня. Здорово, молодцы ребята. Я еще раз поздравляю. Но хотелось бы, конечно, чтобы результат был более крупным счетом для нас лучше. Минимально удовлетворив свои потребности, Скоруб готовится к встрече в рамках чемпионата Суперлиги с Покровским авангардом. А уже в среду еще одно свидание в ответном матче Кубка с Будивельником. Что? Опять? Не опять, а снова. И там вечер вновь обещает много страстей и непредсказуемую развязку этой футбольно-любовной истории. 1-0 дают шансы неплохие, хотя говорят неудобные с точки зрения стратегии. Если бы попало, было бы 1-1, было бы здорово, да. Но дома будет другой футбол, у нас там много болельщиков ходит, полный стадион будет. Я думаю, ну, легко не будет. Еще этот, поборемся. Хорошая шутка. Мы не то, что повеселее, мы смотрелись полностью, доминировали в этой игре. И команда соперников в конце там два раза ударила поворотом, раз штангу, раз выше. То есть полностью контролировали исход матча. Единственное, конечно, реализации надо забивать, потому что 1-0 это еще не проход и не победа. Нам придется еще через неделю ехать в Лисичанск. Ну, так как мы сегодня сыграли, в принципе, неплохо. Единственное, конечно, вот с нападением надо нам работать. У нас в каждой игре очень много моментов, и в этой игре тоже не исключение. Мы не можем реализовывать эти моменты. Ножки нормально бегут, тем более у нас есть лавочка, скажем так, да. У нас есть ребята, которые готовы в любой момент выйти освежить игру. Самое главное, у ребят есть желание, есть поставленные цели президентом. Мы должны их воплощать. Клуб сделал все, чтобы сегодня был такой футбольный праздник. Действительно, мы вот сколько здесь снимаем, никогда не было столько людей, никогда не было такой, скажем так, атмосферы, такой поддержки. В Тамаковку действительно возвращаются такие хорошие футбольные эмоции. И для вас, для команды тепло пообщались после игры с болельщиками. Насколько оно все-таки важно, насколько оно двигает вас вперед? Я хочу сказать, во-первых, большое спасибо болельщикам, потому что мы играем для них. И, конечно, приятно, когда есть болельщики, когда есть поддержка на трибунах. Это вдохновляет, это заряжает, это придает, опять же, уверенности. Поэтому хочу позвать еще раз болельщиков, приходить на каждую нашу домашнюю игру. Если у кого-то есть возможность даже на выездные игры к нам ездить, это действительно очень важно. И не зря говорят в футболе, что болельщик – это 12-я игрок. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. В Тамаковке нам действительно понравилось, как на поле, так и за его пределами. Футбольный клуб «Скорук», в последнее время прочно закрепившись в элите областной суперлиги, в прошлом сезоне побаловал своего болельщика достойным выступлением в национальном чемпионате аматоров. И вот новый виток. Команда Александра Степанова в 1-16 финала Кубка Украины принимает на своем поле удивельник. Как показала атмосфера на стадионе, очередная премьера также пришлась по вкусу уже по-хорошему привыкшим к новым вызовам и болельщикам команды. Ну, звичайно, все тишатся результатами команды, потому что команда действительно гидно представляет наш район на рівне области, керевництво команды и власник команды. Все работает для того, чтобы хлопцы гидно выступали, забезпечиваем всем необходимым. И люди, звичайно, тишатся и радость того, что в нашем селище есть такая команда, которая показывает такие хорошие результаты на рівне области и уже входит на аматоровский уровень. На жаль, местная влада пока еще мало звертает уваги, допомоги. Доброе, что есть такие властники, такие фанаты футбола, как Максим Скорух, с которым я трохи пограв в футбол разом. И они вкладывают сердце и душу в это керевництво господарства, и люди мают смогу смотреться на такой качественный футбол, который у нас есть на сегодня. Власник, как минимум, может это все потягнуть, его желание, но я думаю, что есть тренеры, которые понимают, что должен быть класс футболистов. И с того, что мы видим, ну, как минимум, на аматоры, они гидно могут выступать и показывать хорошие результаты, чего мы им желаем. Очень много людей сегодня пришло поддержать вашу команду. Чирлидеров видели даже, местных, правда. Какие ощущения? Потому что, ну, скажем так, не каждый раз здесь такая атмосфера. Да, вы правы, у нас в Томаковке со времен нашей независимости, это, наверное, первый раз, что мы играем чемпионат или Кубок Украины. Такой праздник, я думаю, болельщикам понравилось, мы старались. Чем выше поднимаешься, тем, как говорится, разряженнее воздух, тем тяжелее дышать. Поэтому, конечно, мы чувствуем, что нас подпирает и чувствуем в аматорах, да, то есть 1-0 победа, ничего нам не гарантирует перед выездной игрой. Поэтому все будем настраиваться, у нас каждая игра как финал, поэтому будем настраиваться на каждую игру. И нам приятно, даже это где-то давление, нам приятно, что мы находимся на этом месте и будем стараться продолжать в том же Тухе. Умеете, могете просто. В целом, ребята сыграли неплохо. Спасибо им за игру, спасибо нашим болельщикам, пускай ходят на футбол. Мы будем стараться делать игры кубковые, еще провести следующий тур, если мы выйдем, конечно же. Так что, сегодня все было отлично, спасибо всем. Музычко! Центральным матчем минувшего тура в областной суперлиге стало противостояние в Покрове, где местный авангард принимал Тамаковский искорук. Покровчане очень мощно начали чемпионат, долгое время возглавляли турнирную таблицу, но в последних матчах несколько сдали свои позиции и теперь находятся на границе лидирующей тройки, дав себя нагнать криворожской дружбе. К слову, именно дружба является единственной командой лиги, кто сумел отобрать очки узкорука, который по-прежнему возглавляет пелотон, по крайней мере по потерянным очкам, в гонке с павлоградским патриумом. В начале матча активнее выглядели хозяева, которые на своем поле редко кого из соперников отпускают с очками. Особо опасным был выход к воротам Андрея Бобровского Александра Салтана, но тут галкипер Тамаковцев выручил свою команду. Гости, в свою очередь, больше рассчитывали на контратаки и стандарты, но выжать из них что-либо существенное в первом тайме не удавалось. В целом же до перерыва равная игра завершилась закономерной нулевой ничьей. Не получалось все, поле тяжелое, переезды, плюс в Арженикидзе всегда тяжелые игры, сколько мы играем, всегда очень тяжело, тут даются очки, у нас сегодня не получалось вообще, можно сказать, ничего. Очень тяжелая игра, боевая, команда неуступчивая, авангард, с ними всегда тяжело играть, и тем более на ихнем поле. В первом тайме нам много чего не удавалось, по разным причинам, наверное, одна из этих причин – это качество поля, так вроде бы смотришь, оно зеленое, а вот выходишь на поле, очень много кочек, и тяжело было нам останавливать, отдавать эти передачи. Потом где-то мы уже в конце первого тайма немного привыкли к полю, начали создавать моменты, начали доминировать. Во втором тайме тамаковцы уже были явно более активными. Скоруковцы накатывали свои атаки одну за другой на ворота хозяев, но мяч упорно не шел в ворота авангарда. Особенно близок был к успеху часто подключавшийся на стандарты Сергей Хомутов, но и его удар после выигранной борьбы во вратарской площадке был не точен. Шли мимо цели и удары гостей из-за пределов штрафной площади. В свою очередь авангард гостил у чужих ворот крайне редко, но и покровчане имели неплохой шанс выйти вперед. Однако Александр Салтан перекинул и вратаря, и ворота. Во втором тайме мы, я считаю, полностью переграли эту команду, хотя, конечно, у них был один хороший момент, они не реализовали. И у нас были тоже. Мы контролировали мяч, контролировали ход встречи. И вот когда до финального свистка оставалось уже менее 10 минут, тамаковцам все-таки удалось провести разящую атаку, в конце которой Артем Перебора на мгновение опередил вратаря авангарда и в касание протолкнул мяч в сетку. Очень рад, конечно, я давно не забивал, забил. Плюс важная победа, помог команде. Дождался свой эпизод, пошел на опережение, замкнул, пошел до конца и получилось удачно. В последние минуты игры хозяева постарались бросить все силы на то, чтобы отыграться, но по большому счету создать что-либо серьезное у воротской рука им не удалось. В итоге тамаковцы минимально побеждают в тяжелейшем для себя матче. Слава Богу, спасибо ребятам, забили гол, такой важный, для нас он очень важный. И, соответственно, довели игру до логического завершения. Павлоградский атриум после вынужденной паузы, связанной с неприбытием на ответный матч в Кубке области Софиевского Колоса, вновь включился в игровой ритм. На своем домашнем стадионе в Юревке Красно-Белые в рамках очередного тура чемпионата Суперлиги принимали футбольный клуб «Легионер». Самобытный коллектив из областного центра, который на данном этапе знакомит своих игроков из далекой Африки с различными уголками не только области, но и Украины. На самом деле очень тяжело, потому что вот у нас буквально вот вчера, еще 24 часа даже не прошло, у нас был матч на чемпионат Украины, сейчас вот выезд в Павлоград, и вот уже после завтра мы едем в Кривой Рог. Но это хороший опыт для нас, сумасшедшийся. У нас с ними связывает, скажем так, судьба, когда мы начинали, вот она не прекращает нас друг друга преследовать, поэтому с ними всегда матчи интересные, они очень хорошая тоже команда. Очень тяжелая игра, плюс сегодня не очень комфортные погодные условия были, конечно, первый тайм очень тяжело давалось нам. Да ну и, конечно, я говорил уже не раз, что легионеры это очень принципиальные соперники, они постоянно на нас настраиваются, бьются, кусаются. Итак, в этот раз свой боевой характер футболисты легионеров впервые демонстрировали борельщикам Юрьевки, где традиционно на играх Атриума наблюдается аншлаг. Очевидно, игра подопечных Константина Бажинара покорила сердца не только работников предприятия Днепробуд, но и местных любителей футбола. Конечно, нам очень, безусловно, приятно, потому что клуб Атриум вызывает у людей интерес, болельщики добавляются, добавляются. Это только нам приносит положительные эмоции и стремление ребятам, чтобы идти дальше и дальше. Ребята стараются, сегодняшний матч показало, что, в принципе, на правильном мы все пути, идем дальше. Ожидаемо, что Атриум, будучи явным фаворитом, с первых минут повел атаки на ворота соперника. Некоторое время гостям удавалось сдерживать натиск Павлоградцев, а пропущенный гол со стандарта в исполнении Данила Бажинара сразу успокоил гостей. Мяч арбитр отменил, усмотрев фолт штрафной. Гости выдохнули, но ненадолго, потому как натиск хозяев поля только усилился, а к концовке тайма легионер, похоже, подсел физически, в результате чего пошли фолы. Один из них был зафиксирован штрафной гостей, это пенальти. К точке подошел лучший снайпер чемпионата Даниил Бажинар, уверенно исполнивший приговор. На этом хозяева не успокоились и перед самым перерывом Владлен Нормания в касание отправляет мяч в сетку, тем самым отличившись во втором матче к ряду. Сезон продолжается, игры за играми идут, получается, набираешь форму все-таки. Ну, сегодня получилось, да, встал, получается, меня ударили, вышел, первым касанием побежал, забил. Насколько важно вообще для нападающего вот это чувство гола? Все-таки, по-моему, ты давно не забивал, но сейчас вот это чувство проснуло. Ну, всегда, когда забиваешь, это очень приятно и придает тебе огромную уверенность. Хочется, есть мотивация для того, чтобы работать еще больше и больше, забивать, прибавлять. И не только забивать, например, давать голевые передачи, все же приятно. Впрочем, нужно отдать должное гостям. Несмотря на неудачно складывающийся матч, они продолжали играть в свой футбол. И в начале второго тайма интрига в Юрьевку вернулась. После гола, да-да, того самого Месси, о котором наша программа в деталях рассказывала в прошлом выпуске. Как это часто бывает, пропущенный мяч лишь раззадорил Павла Грацев. Хозяева атаковали много и разнообразно, буквально прошивая оборону гостей, активно работая и на флангах, и в центральной зоне. За павлоградцами явно не успевали, что и приводило к ошибкам, фолам и спорам. А после того, как Кирилл Бажинар в очередной раз крепко получил сзади Панадам, арбитр еще раз указал на 11-метровую отметку. За брата отомстил Даниил, оформивший дубль в матче и 14-й результативный рощер в чемпионате. 3-1. Окончательно все на свои места в Юрьевке расставил гол Александра Сапелкина. Сработала еще одна традиция. Дома Атриум забивает много и на любой вкус. Понравилось то, что, во-первых, ребята две недели отдыхали, матчи переносились, засидели из дома ребята. Понравилось, что не смотря на застой, они вышли, показали реальный хороший матч, игровой матч, именно комбинации старались. И очень много вышли на замен. Поэтому огромное спасибо тренеру. Видно, что он занимается, потому что выходит на замену. Ребята тоже стараются. Что-то, как вы видите, у них тоже получается. Атриум побеждает 4-1 и продолжает заочную гонку со Скорупом. Теперь, после того, как авангард и дружба потеряли очки, пара претендентов на золото, похоже, сформировалась окончательно. Естественно, вся команда следит, я тоже смотрю, это нормально, вызывает интерес, постоянно заходим, смотрим. Мы настроены так, каждый матч выигрывать. Соответственно, когда у нас будет ответный матч, у нас тут, на нашем поле, ребята очень настроены. Проявить то, что там была небольшая ошибка с нашей стороны. Ребята настроены, что это все, показать, кто есть, кто Атриум. По турнирной таблице там все видно, нам нельзя терять, нельзя оступаться, отставание в два очка. Если у нас все будет нормально, то личная встреча решит чемпионство. Ну, еще у нас очень много игр, об этом еще рано разговаривать. Конечно, мы стремимся, мы хотим этого. Надеяться, например, на то, что, да, там Скорух потеряет очки, мы не хотим. Мы надеемся на то, что они приедут к нам сюда, у нас с ними здесь домашний матч, и мы им покажем свой лучший футбол. И думаю, там уже определиться чемпионат. В завершение выпуска расскажем о четвертьфинале Кубка области, где на одном из повторных матчей оказалась и наша съемочная группа. Пара дуэлянтов «Павлоград-Тополь» вызывала как минимум два вопроса. Первое – это гости. Футбольный клуб «Тополь» – абсолютно новая команда, которая, едва заявившаяся в чемпионат первой лиги, уверенно входит в тройку лидеров второго по силе эшелона команд. Теперь вот еще одна сенсация. «Топольчане» – единственный клуб из областного центра, пробившийся в четвертьфинал Кубка области. Да еще и в первом матче взвинтив интригу до предела, переграв опытных бойцов областных соревнований на своем поле 2-1. Именно этот результат и задал тон ответному поединку. Гости явно рассчитывали дать бой и побороться за путевку в полуфинал. Но на своем поле у «Павлограда» был запредельный настрой, и это, безусловно, сыграло ключевую роль в поединке. «Тополь» в дебюте, несколько раз показав зубы, свои моменты не использовал. И, как итог, вполне предсказуемо задумался об обороне собственных ворот. Первые 20-30 минут был хороший нерв, как показалось. Ну, а потом уже, наверное, все-таки класс сыграл свою роль. Каким вы увидели этот матч? Ну, если честно, не в обиду, конечно, команде «Тополь». Мы должны были снимать всего просто в первой игре. У нас очень много таких убойных голевых моментов, которые мы просто не реализовали. В ответку пропустили два гола. Ну, и такая интрижка осталась на ответный матч. Отыграть один мяч – задача далеко не фантастическая. Но, опять же, «Павлоград», накатываясь на ворота топольчан, никак не мог распечатать ворота гостей, что раз за разом выводило из равновесия тренера-хозяев Андрея Иляшова, пытавшегося дать своим ребятам на футбольном жаргоне волшебного пинделя. Что заставляет нервничать Иляшова и такие эмоции давать на футболе? Ну, знаете, я недавно только сам играл. По виду травмы закончил уже полностью играть в футбол. Я еще, наверное, вместе с ними играю там. Ну, и у нас еще проблемка есть, что мы первый тайм играем, а на второй тайм как-то выходим расслабленно и стоя. И приходится ребят немножко встряску давать, чтобы задвигались. Главного тренера удалось остудить главному арбитру. Но таки да, душевные и колоритные своим содержанием посылы коуча были услышаны. А значит, все сработало. Думаю, ребята собрались, и мы понимали, что цена полуфинала. И был настрой запередельный. Вы сами все видели, что ребята давались полностью и достигли положительного результата. Хозяева действительно играли по-хорошему агрессивно, атаковали большими силами и таки продавили эшелонированную оборону гостей. Голы Вовка и Козленко в первом тайме склоняют чаши весов в двух мальчародуэли в пользу повлагаться. Казалось бы, во втором тайме топольчане постараются вернуться в борьбу за полуфинал. Всего один мяч и вновь статус-кво. Но нет. В этот вечер на стадионе «Шахтер» у гостей был явно не их день. В матче селировали павлоградцы еще трижды огорчившие гостей во второй 45-минутке. Таким образом, красиво и размашисто подписав себе путевку в полуфинал областного кубка. Я думаю, в Суперлиге надо закрепиться, посмотреть с другими соперниками, в первую очередь, на что мы способны. А в кубке, конечно, аппетит приходит во время еды. У нас каждая команда, мы выходим и бьемся до последнего. Видели, сколько людей у нас ходит. Мы для них играем. А и что будем? Биться до последнего. Итак, Павлоград в полуфинале составил компанию своим землякам из Атриума, которые просто-таки разнесли в гостях 0-6 Софиевский колос, сняв все вопросы. Вполне возможно, жребий сведет соперников за шаг до финала, а может быть и в решающем матче за трофей. В любом случае, это будет что-то с чем-то. Павлоградский футбол суров, уж поверьте нам на слово. А вот еще два участника полуфинала определятся чуть позже. Дружба после домашней ничьи 1-1 попытается зацепиться за путевку в гостях у набирающего игровую мощь Синельниковского Днепроагра. В паре Кривба с Кривой Рог с Коруктомаковка матчи перенесены на более поздний срок. Ну а что же касается лидирующего в первой лиге Тополя. Крупное поражение гостей неприятно. Но не критично. И конечно же повлечет определенные выводы у тренерского штаба команды. Опять же, топольчане не скрывают, что ребята только пробуют свои силы на таком уровне. Второе место в первой лиге по ходу сезона и четвертьфинал Кубка, согласитесь, уже показатель. И это при том, что коллектив только строится. Планы говорят серьезные. И на данном этапе в Кубе приоритетно закладывается прочный фундамент. Говорят, за одного битого, двух небитых дают. У вас новый коллектив. Абсолютно понятно, что команда только строится. Каким вы увидели этот матч с точки зрения перспективы? Это отправная точка для команды. Потому что до этого три игры и вроде бы как все нормально. Холодный душ. Теперь нужно со стороны на себя посмотреть. Я думаю, ничего страшного не произошло. Подкорректируем тактически, физически. Подкорректируем немножко состав. Я думаю, будем двигаться дальше. Всегда очень интересно, что мотивирует в принципе людей, у которых есть возможность помогать каждый на своем уровне и организовывать футбольные команды. Знаете, вообще благотворительность – это такой краеугольный камень. И я всегда относился к благотворительности очень осторожно. Я очень много лет работаю в бизнесе. И много помогал в разных проектах. И в детских, и в молодежных, и в религиозных в частности. Я считаю, что вот религиозная тема, она всегда актуальна. А вот спорт, футбол в частности, я вообще считаю, что это лучший вид спорта. Он самый массовый. Именно в спорте люди находят общее. Вы смотрите, все в стране разъединяет. Язык, вера, разные представления о месте, о геополитике. Все, что хотите. А футбол – это то, что вместе люди собираются, смотрят, получают вместе удовольствие. Именно футбол людей объединяет. И я считаю, что все мероприятия, которые объединяют людей, а не разъединяют, они должны финансироваться. И не только, я понимаю, что у государства, как обычно, денег нет. И я всех призываю, людей, у которых есть какая-то возможность, помогать футболистам. Не важно, какому футболу. Топ, Аль-Атриум, там, энергия. У каждого района есть своя команда. И они ими гордятся, они им помогают. Вообще-то это здорово. Но мы будем помогать топольскими. Я считаю, что топольским повезло. У них тренер великолепный появился. Он смог убедить многих людей, чтобы ему... Ну, вообще, у него имя есть свое. Он человек такой интересный, способный, талантливый, я даже считаю. Что вы хотите построить на Тополе? Какая идеология этого клуба? Не только на Тополе. Не только на Тополе. Вообще, мы хотим построить футбольную академию, привязать к футбольному полю хорошему. Пока это, как бы, секрет. Это больше к меценатам, не ко мне. У нас и так команда, в принципе, состоит процентов на 70 из трех дворов на Тополе. То есть, фактически, вот такая вот команда уникальная, которая в живом массив один. Вот, немножечко со мной пришли уже из Днепропетровска, из других районов. Ну, есть хорошие ребята, мы видели 11-й, пятерка, семерка, если я не ошибаюсь. То есть, вокруг чего можно строить хорошую игру. Вы, как тренер, что вы будете строить? Атакующий, агрессивный или же рациональный футбол? Очень агрессивный, очень атакующий, тем более опыт хороший есть. То есть, с нуля у нас поднималась энергия. Вот, с нуля, с нуля будем поднимать и Тополе. Очень, очень обидно, что по Волограде столько пропустили, потому что, как старая родина у меня в футболе. Я здесь когда-то еще в середине 80-х играл, колос был когда-то, по Волоградски, по пиональчимка тренер, я когда-то здесь играл, почти фактически год. Поэтому очень обидно, здесь, как у меня вторая родина, здесь очень обидно было получить именно пять. Но, тем не менее, это, я думаю, дополнительный стимул. Вы меценат, который требует результат. Результат сейчас, результат завтра или же что-то другое? Знаете, футбол как раз на первом месте это процесс. Я понимаю, что результат очень важен. Но все хотят иметь хороший результат. Для того, чтобы получить хороший результат, надо много вкладывать, тренироваться. Я понимаю, что команда пока чуть-чуть сыровата. Сыровата, вот, да. И поэтому я знаю, что он даст толк этой команде, не через год достигнуть серьезных результатов. Проговорим, подкорректируемся. Я думаю, что пару месяцев совершенно будет другая команда. Амбиции очень большие, талантливые футболисты есть. Немножко терпения, и я думаю, что будет хороший результат. Ну что же, новый амбициозный коллектив на футбольной карте это как минимум неплохо, а как максимум очень интересно. Внимательно следим далее за тополем, пока на уровне первой областной лиги. А на сегодня это все. Встречаемся, как обычно, через неделю во вторник, ровно в 23.00 на 34-м телеканале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова